Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, в котором будет проводиться в Академии Телесных Ласков нашим преподавателем-президентом Олегом Офганилиевым. Рады приветствовать. Это я. Я телефон просто подключаю, чтобы не мешало вам тоже советовать. Значит, смотрите, давайте знакомиться. Меня зовут Олег Лабудвин. Как вы уже знаете, наверное, видели ролики в интернете, да? Вы все через интернет пришли, да? Видели, да? Ничего себе. Кто-то там. Я в массаже давно, уже более 10 лет. Много познал на практике, больше, чем где-то обучаюсь. И в этом цель нашей школы. К школе подошел я тоже совершенно ненавидно. Мы ее организовали буквально вот-вот. Там пару месяцев назад. Дело в том, что пошли запросы от людей. Ну давай, Олег, научи нас. Научи, научи. А мы этому. Я думаю, а что я буду учиться одного человека? Давай я всех сразу научу. Давай организую школу. Не просто школу, а целую академию, которую я назвал. Так, ну вот это вот Альфа, а это аббреватура ТОП. То есть академия телесно-ориентированных практик. И в этой академии мы преподаем не только массаж. Почему называется телесно-ориентированной практики? Потому что это на самом деле все, что связано по работе с телом человека. А в тело человека я включаю не только его физическую оболочку, но и астральную оболочку, ауру. То есть работа на тонких планах, с душой и также с разумом человека. Потому что я считаю, что разум духа тела это единство такое неразрывное. Соответственно, по массажу там у нас будет около, ну сейчас уже насчитывается 33 вида массажей. Только себе можете представить. И я сам иногда посчитываю, посчитываю и удивляюсь, как так может быть. А там еще добавляется 34-35 вид какой-то. Плюс всевозможное банное парение, обертывание, пилинги, закаливание. Все, что связано со здоровьем. Все, что связано с гармоническим развитием личности. От быта, от бытовых наших условий, до того момента, когда мы растем над собой, над этой жизнью. И над этим окружающим сосумом, который просто на нас давлеет. Давлеет, как иногда на физическом уровне охрана защищает. Вот он вот так вот давляет иногда у нас в этот быт, в эту суету, в дрязги всевозможные. Давайте вот без этого войдемся. Давайте просто будем на взлете повышать свою квалификацию и знания от этого мира. Ну, это вот я коротко как бы представил, что я из себя являюсь. Сейчас я подробно расскажу, в чем смысл здесь эта школа. Я даже покажу на некоторых из вас. Давайте немножко познакомимся, расскажите, кто вы, может быть, кто-то из вас уже обладает какими-то телесно-ориентированными практиками. Может быть, кто-то даже работал в этой стезе. Ну, давайте вот по очереди начнем с вас очень коротко. Ну, может, нет. Ну, был, ходил на институте с индивидуальной, там проходил первые связи по массажам. Прошел, получил сертификат, но не работал. Ну, я только студент, ну, месяца буквально. А, еще учишься. В смысле, в институте учусь, я месяц назад прошел, я пока еще не делал. Так, тогда интересно, раз ты прошел, зачем ты еще раз пришел, или что-то новое? Ну, посмотреть, кого я уже не увидел. Так, понятно, Денис, а вы? Наталья, ну, массажем занималась, как бы, давно. Сейчас не практикую, но более энергетические стали. Видео-то делаете, да? Это связано с Рейк или? Рейк, ТБВТ. Да, понятно, а вы? Дополнить, ну, я не можешь, что-то. Вы знаете, что, биоэнергетика, космоэнергетика, Рейк. Да? У вас открыты каналы, есть? Да. У меня, как и у нас сегодня сертифицированные специалисты все, а вы? Есть, массажем я занималась, такими руками я течу. А сейчас вы хотите научиться именно массажем? Именно, чтобы не просто подержал, как говорится, люди, ну, что ты руку держишь, да? Да. А что там с какой-то, чтобы не потрескать. Правильно. Отлично. Отлично. А вы? Я массажем. С высоким стажем. Пришли меня проэнспектировать. Нет. Я развиваюсь, мне интересно. Новое направление, да? Но у вас классический массаж? Ну, восточный, правда, еще тайский массаж, индийский массаж. Я участвовала в фестивале восточных массажей, и там тоже было у нас телесное ориентирование, но знаний не так много осталось после этого. То есть давно проходили, да? Ну, в 13-м году я летом. Ой, ну, недавно. Ну, я просто к этому не возвращалась. Практически много, да? А у вас? А я просто не вместе работаю. Какого отношения к массажам? Просто просто. Массаж, бомбарь. Хорошо. А вы? Я сходил на курсы, массажемер называется. Академия, или как? Мир массажа? Да, и Мир массажа. Международная спа-школа? Да, да. Там прошел общий курс, и практику на живом, по пластике лица. Ага. В общем, массаж, пластике лица. Но хочется знать больше, да? Это всегда похоронено. Так, Александр, вы познакомились? Ну, я работаю на среднем стадии. Работаю ежем. За процент? Ну, да. В салоне? Да. У тебя классический массаж? Ну, может, так сказать. И чему ты хочешь научиться? Ну, я с нейтивно. С нейтивно. С нейтивно-практика – это слишком широкое понятие. Я туда буду делать договоры. Затали у меня входит и все остальное. Ну, понятно. В общем, прогрессируешь, хочешь, просто, да? Профессионального. Так, а у вас? Меня зовут Светлана. Ну, я еще не настолько интересна на начале пути. Буду только интересна для стажа. Думаю, всем своим знакомым переделал его. Ну, а так вот профессионально мне это хорошо. Ну, вы как переделали? Инклютивно что-то там делаете, да? Ну, нет, видео всякие смотрели так. То есть, да. Отлично. Светлана. Вы попали по адресу. Как вас? Юля. 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 Я закончил курсы массажа, что-то в колледж-метр-сервисе. Работал в салоне. Какого-то не было. В салоне работали или сейчас? Нет, работали. Не понравилось в салоне? Тожило. Просто я на полгода ушла на другую работу. У меня вреда. Другая работа в туризме. Ну, честно, благодарю. Возвращаться с салон не очень хочется. Так, ну а сейчас хотите повысить тоже свою инфекцию? Да, что-то много интересного. Каждому что-то свое, все по-разному. Вот именно, все по-разному. Юля, да? Так, давайте вот. Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Я профессиональный массажист. Автор тоже рядом методик. И, скажем так, сейчас владею службой массажа по выезду. Его профессиональный тренер по некому косметическим брендам профессиональным. Пришел посмотреть, увидел я к вам по поводу техники массажа, связанной с шейным позвонком, так называемым атлантом. Стало интересно, увидел только поэтому приехал. Ничего больше не слышал, увидел я к вам. Уехал, выехал в последний момент, да, два часа до начала семинара. Интересно, где такие люди только чуть-чуть увидели, сразу интересовались. Ну, просто именно от нас бывают, да, какие-то моменты, которые интересны посмотреть у кого-то. То есть, может быть, какие-то нюансы для себя подчеркнуть, может быть, что-то новое увидеть. Только из одного нюанса, вот так вот. А ты говоришь, нету людей. Нет, у меня один нюанс, естественно, просто посмотреть, что, для чего, о чем. Понятно. Так, а вы? Меня зовут Евгений, я с детства увлекался массажами, бабушкой, дедушкой делал. Закончил также курс массажа и сейчас ушел признать, что-то новое, что-то новое. То есть, тоже профессионал. Вот меня всегда интересует, почему. Почему профессионалы массажа реагируют, и хотят больше знать, а новички, которые спокойно относятся. Ну, вы все попали по адресу. Смотрите, сейчас вот у нас глядет, как за два дня получить высокодоходную профессию именно массажиста. Авторский тренинг Олега Лопогодина, меня. Это мануальный массаж. То есть, такая техника основана на классическом русской школьном массаже, но с интегрированными всевозможными техниками, которые я отработал на практике. И именно я понимаю, что они наиболее быстро влияют на человека, на пациента. То есть, не надо, наверное, знать там 50-градный школ. Достаточно вот пройти одну, чтобы максимально эффективно вы смогли уже сразу же, там буквально через 2-3 дня, начинать зарабатывать. И этого достаточно. Там есть и точечные у нас процедуры, и мануальное воздействие, и всевозможные растяжки, элементы тайского массажа. Ну, плюс к этому у нас там еще присутствуют не 2-3 дня, на самом деле, а 3-3 дня. Это ВИФ-день, который, на котором мы даем конкретно точки, мануальный массаж, обертывание, что там еще, всевозможные поющие чаши, как называемые перкуссионные техники с бамбуковыми палочками, бамбуковыми вениками, тоже которые максимально быстро дают результат. То есть, избавление от целлюлита, восстановление сил, свежести у спортсменов, у воинов, так скажем. Это вот конкретно будет на следующей неделе. Что с собой представляет вот эта вот сама по себе школа? Ну, во-первых, это не только обучение массажу. Обучение массажу у нас называется альфа-топ. Ну, кроме того, мы еще и трудоустраиваем людей. Например, у нас есть такие кабинетики, где можно сразу же получить сертификат. Кстати, мы там выдаем сертификат после экзамена. То есть, буквально на следующий день, на третий, это достаточно быстрый экспресс-метод, чем мы в основном отличаемся от других школ. По получению сертификата вы сразу можете продоустроиться. Кроме того, таких кабинетиков у нас будет организовываться по городу Москве много. Да и вообще мы не имеем никаких ограничений территориальных. Мы можем в любом городе выехать, провести тренинг, поставить своих людей, трудоустроить. Открываем такие салоны, ну, в общем, неважно где, хоть в Бангкоке, хоть в Перу, хоть в Сочи, хоть в Крыму. Меня Питер интересует. Меня Питер интересует. Да? Да. Вот, набирайте для нас группу в Питере, выезжаем и сразу готовим ставить. Вот, кроме этого всего, эти же кабинеты, они будут расти до такого салонного типа, который не является спасовым, на прямом смысле слова. Потому что здесь больше, ну, спай это какие-то косметические большие услуги, такой-то в народе, как бы принято, да? У нас здесь больше услуги, связанные с телом. Это всевозможные обертывания, грязевые ванны, там, нефтяные ванны, там, какие-то еще разные техники массажа, когда человек приходит и он там проводит полдня практически. Вот, разные кабинетики, разных специалистов мы можем готовить. И все это я называю WEBS. Сокращение от английского, от аббревиатуры английских слов. Wellness Eco Bio Systeme. Eco Bio, это тоже с этим связано, потому что там еще и здоровое питание. То есть там человек и омолаживается, и следит за своим весом, за гармонией своего тела. То есть это целая система, система оздоровления, понимаете? То есть нет смысла перейти просто к одному мастеру, вот такого вида, да? Он произносит массаж. А человек попадает на курс. Кроме всего прочего, у нас есть еще ресурс, но он только будет развиваться. Alpha Massa Quest.ru Сейчас он пока существует в ВКонтакте. Это такой ресурс для массажистов, для, ну не только для массажистов, для тех, кто у нас обучился, то есть они могут себя дисциплинировать. Мы раскручиваем этот ресурс, а вы сами там можете вывешивать в свою портфолио. Причем у нас есть система обучения. Вот вы попали на тренинг, который называется «Как заработать на массаже». То есть мы обучаем не только самим практикам массажа, да? Я, по сути, являюсь еще и маркетологом, и художником, и дизайнером. И, соответственно, я там пишу книги о том, как еще повысить свою квалификацию, как найти клиента прибыльного денежного, как увеличить, ну, в общем, количество своих услуг и так далее. И все для вас вот там мы будем готовить, где вы можете бесплатно зарегистрироваться. И мы бесплатно этот сервис будем раскручивать. Кажется, таких сервисов полно в интернете. Вы, может быть, видели, да? Кто-то где-то даже наверняка регистрировался, но это ни о чем не говорит. Любые маркетинговые инструменты надо правильно использовать. Для этого их надо грамотно раскручивать. То же самое Авито, наверняка, знаете, появился достаточно недавно. Обычные доски объявлений. А были ли они до этого в интернете? Да полно. 100-200 сайтов каких-то их знам. Ну, Авито все это переделал. Потому что очень грамотно все это построил. И теперь все люди идут в объявлении класть именно там. Также и вполне вот у этого ресурса такое же будущее. Если грамотно раскручивать, он опередит. Это я вам гарантирую все остальные подобные ресурсы. И вот, когда я все это продумал, я понял, что на самом деле, как заработать на массаже, это такой пазл, состоящий всего буквально из трех элементов, наверное, нарисую его такими треугольниками, отвечающими на вопросы, что мы делаем. Отвечающие на вопросы, «Как мы делаем?» «Как или где?» И отвечающие на вопрос «Кому мы делаем?» Когда начинаете на эти вопросы отвечать, вы волей-неволей уже сами приходите к некому ответу. Кому мы делаем? То есть, какую клиентуру вы рассчитываете? Кто-то хочет делать детский массаж, да? Кто-то хочет только для беременных делать. Для женщин. Или там для инвалидов с церебральным параличом. Или для богатых дядей с рублевки. Или там, ну вот, чем вы сами можете выбирать для себя, да? Когда вы задаете такой вопрос, вы начинаете понимать. Если для этого клиента, для этой целевой аудитории мы что-то предлагаем, то что мы предлагаем? То есть, конкретно, что изучаем, да? Какие техники мы им можем предложить? Опять же, приходите, что изучаем сюда в Альфа-Топ. Потом, как мы это предлагаем и где мы это предлагаем. То есть, условия массажа такие, что за эти два дня вы, в принципе, можете стать специалистом, и вам для этого не надо никуда идти, по сути, на... Устраиваться на работу. Процент. Корочки какие-то, вот обычно, части-то там спрашивают. А как же, вот, надо же, там, медицинское образование, а надо же, там, медицинскую карточку завести, а надо же что-то еще. Да, если вы идете в медицинское учреждение работать за копейки, то с вас потребует целый список вот таких вот этих документов. Но на деле я сталкиваюсь с тем, что...